Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И Бог хочет, чтобы мы приготовились к лучшему. Потому что, вы знаете, этот мир, написано, он лежит возле, и он обычно готовится к худшему. Вы знаете, наши молитвы, они много говорят о нас самих. Вот как мы молимся? О чем мы молимся? Как написано, от избытка сердца говорят наши уста. Поэтому, как мы себя видим, как мы себя называем, как мы себе относимся? Так мы относимся и к другим людям. Что мы его дети. Это самое главное, самое первое основание, в которое ты должен поверить, что ты его ребенок. Поэтому Иисус говорит, тем более отец ваш небесный. Что он им говорит? Он говорит, что если он ваш отец небесный, тогда вы у него просите, и он вам дает. А какой наш отец? Злой, коварный, немилостивый, да? Какой он? Как он о себе говорит? Он говорит, он человеколюбивый. Какой он еще? Милосердный. Замечательный Бог. Аминь. Долготерпеливый. Много милостивый и истинный. Вот когда мы смотрим на Бога, какой он хороший, да? Какой он хороший. И Бог говорит, вот вы мне подражайте, какой я. Будьте такими же, да? И о других думайте хорошо, и к другим относитесь хорошо. Слава Богу! Мы не должны ограничивать Бога, правда? Потому что наше что ограничивает Бога? Только наше неверие. И вот написано, что когда он молился, да? Бог не спослал ему, чего он просил. Бог что ему не спослал? Вот именно чего он просил. Знаете, Бог очень внимательно смотрит, а что мы просим. Вот чего он просил, Бог ему послал. И в английской Библии вот это слово не спослал, это слово granted. И это слово означает как подарок. А в нашем переводе на русский язык это слово как грант. Грант, друзья. Бог хочет дать тебе грант с небес. Но знаете, те, кто получал грант, они знают, чтобы получить грант, то есть безвозмездную помощь, да, что означает. Нужно еще убедить грантодоятеля, что тебе этот грант необходим. Аминь. А вот это и есть истолкование нашей веры. Потому что в нашей вере мы должны видеть, от чего мы хотим конкретно. А как ты это хочешь? От чего? Сколько конкретно? Не просто, Бог, дай мне много своих благословений. Говорит, я не понимаю, что такое много благословений. Чего ты хочешь, да? Он всегда спрашивал слепого, говорит, от чего ты хочешь, Мартемей? Говорит, чтобы мне прозреть. От чего ты хочешь? Я хочу вот это. От чего ты хочешь, да? Бог не спослал ему, чего он просил. Поэтому, друзья, не поленитесь написать этот грант для Бога. Не поленитесь просто сесть и подумать, а чего же я на самом деле хочу? Иногда наши молитвы, они такие, типа, бессмысленные какие-то. Мы просто говорим, благослови меня, Господь. Но Бог говорит, а в чем тебя благословить? А как тебя благословить? А сколько тебя благословить? Напиши ему этот грант веры. Аминь. Убеди Бога, потому что вера – это уверенность в невидимом, да? И осуществление ожидаемого. Бог будет осуществлять то, что ты ожидаешь. Поэтому пусть Бог не спошлет и тебе, что ты просишь. Аминь. Поэтому он видел, что ему нужно. Он видел, что у него много ран, у него много огорчений, да? У него много отверженности, у Ависа. Потому что его имя само за это говорило. Много-много боли в его жизни. И он просил Бога и говорил, Господь, мне нужно исцеление. Исцели меня, исцели мое сердце, мою душу, мои мысли. Исцели мое прошлое, да? Благослови меня своим, своим будущим. Благослови меня тем, что ты имеешь для меня. Потому что ты имеешь для меня другой план. И слава Богу, слава Богу, что мы можем молиться за эти благословения. И не только за себя благослови меня, да? Как он молился. Но молиться за свою семью, за город, за страну. Благослови. Но конкретно, да, в чем Бог хочет благословить твою семью? Может, у тебя проблемы в взаимоотношениях друг с другом? Или еще какие-то другие проблемы? Поэтому в чем ты желаешь, чтобы Бог благословил? И следующая его просьба была. Он говорит, о, если бы ты распространил пределы мои. Понимаешь, когда приходит благословение, Бог говорит, надо дальше двигаться. Аминь. Если бы ты распространил пределы. Пределы – это то, что у нас есть. Вот, предел, например, сцены, вот здесь он заканчивается, это предел. Дальше уже что? Дальше обрыв. Дальше ничего нету. Я говорю так, чтобы мы представили, например, распространимые пределы. Пусть эта сцена расширится там до самой стены, к примеру. Потому что Бог что-то дал тебе. Бог дал тебе какие-то способности. Бог дал тебе какие-то таланты. Бог дал тебе какие-то дары. Понимаешь? Но иногда мы сидим на какой-то своей табуретке и думаем, это предел. Это предел моей жизни. Это все, что я имею. Это самое большое, на что я способен сидеть на этой табуретке всю свою жизнь. Нет. Бог говорит, я много чего тебе дал. Но более того, я даже хочу то, что я тебе дал, распространить. Поэтому мы должны иметь в сердце вот это желание, чтобы мы расширяли свои шатры. Чтобы мы распространялись. Потому что это не только мы распространяемся. Ведь это распространяется Царство Божье. Если у тебя там есть бизнес, молись, чтобы он распространялся. Если у тебя есть ячейка, молись, чтобы она распространялась. Если у тебя есть служение, молись, чтобы она распространялась. Все, что ты имеешь, твои пределы, они должны распространяться. Царство Божие должно распространяться. Потому что чем больше у тебя это распространяется, тем больше у тебя возможностей, контактов, людей, чтобы Слово Божье, чтобы благая весть, она достигала этих людей. Чтобы Царство Божие, оно распространялось. Пусть Бог распространяет пределы, распространяет. Вот в пятницу мы молились за поездку в Малайзию. Бог распространяет наши пределы, потому что пастор из Малайзии пригласил нашу группу прославления на конгресс хвалы и поклонения в Малайзии. Это международный конгресс. И это распространение для нас всех, друзья. Не только для нашей группы прославления, но и для всей церкви. Поэтому Бог говорит, давай, давай, распространяйся, распространяйся. Ну что тебе говорит твое старое мышление? О, у меня там нет денег, я не могу то, я не могу вот это. Я сижу на своей табуретке, я счастлив, Господи. Это вся моя жизнь. Нет, Бог говорит, я создал тебя для большего. Хотя бы две табуретки пусть будут у тебя. Потому что на вторую ты кого-то сможешь посадить, а не только один сам сидеть. Поэтому, друзья, нам написано, что когда мы подходим к этому краю, нам страшно. А что там? А что там будет? О, а если придет распространение? О, а если будет вот это? И мы начинаем бояться. Бог говорит, не бойся. Всегда же Бог говорит, не бойся, я с тобой. Правда? Не бойся. Но вы знаете, я верю, что когда ты молишься о распространении, Бог будет обеспечивать тебя ресурсами для этого распространения. Люди ли это, финансы ли это, транспорт. Я не знаю, что, но Бог позаботится, чтобы у тебя было с кем и что делать в этом распространении. Скажи на это аминь. Аминь. Вдохновляет тебя. И Он говорит, я не хочу успокоиться над тем, что я получил. Я хочу большего. Аминь. Я хочу лучшего. Я хочу распространяться. Я хочу, чтобы Божье влияние распростроялось. Поэтому Иисус сказал, идите по всему миру. Он не ограничил их только Иерусалим. Он сказал, да, туда, туда, туда. Но идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Давайте не будем ограниченными верующими. Давайте не будем ограничивать Бога. Безграничного, Великого, Сильного, Могущественного. Слава Богу. Вы же знаете, что когда Бог говорит о своих людях в Библии, о Божьих героях, они не могли никогда этого сами сделать. Правда? Поэтому что молился дальше Иовис? Он молится и говорит, а если бы рука твоя была со мною? Если бы рука была твоя со мною? Что значит, что Бог даст ему руку, и он будет с этой рукой ходить? Это библейское выражение, Божья рука. Это значит присутствие и сила Бога. Это означает, что без Бога, как без рук. Знаете выражение? Как без рук. Вот он говорит, Господь, без тебя, как без рук. Без твоей силы, без твоего присутствия, как без рук. Аллилуйя. Поэтому нам нужна сила Божья. Нам нужно это движение Бога в нашей жизни. И вот что нам Библия говорит об этом. И в Иисуса Навина написано, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна. И чтобы боялись Господа Бога вашего во все дни. В Исаии написано, боя Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. И говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Аллилуйя. Ты понимаешь, когда Бог распространяет тебя, у тебя становится больше ответственности, больше людей, больше еще чего-то. Самое время, чтобы Господь был с тобою. Самое время, чтобы была поддержка Божия. И Бог говорит, не бойся, я помогаю тебе. Я хочу помогать тебе. Вот это лучшее, что Бог предлагает тебе. Он предлагает тебе свою руку помощи. Аминь. Не промахнись, не пройди мимо. Но Он конкретно молился и говорил, Господь, пусть твоя рука будет. Пусть твоя помощь будет. Пусть твоя поддержка будет. Пусть твоя сила будет. Молись об этом каждый день. Каждый день молись об этом. Это также означает Божье прикосновение к тебе. Чтобы Бог каждый день касался тебя. Чтобы прикосновение Отца Небесного было на тебе. Рука Божья. Возьми за эту руку, да, как ребенок. Он идет, когда с отцом, он чувствует уверенность. У него нет страха. У него нет беспокойства. Почему? Потому что он верит, что его отец с ним, и он позаботится. Слава Богу. И что, о чем он еще молится? Он молится о Божьей защите и говорит, «Ой, если бы ты охранял меня от зла». Если бы ты охранял меня от зла. Ты знаешь, Писание говорит, что весь мир он лежит во зле. Но я вижу в этой молитве его смирение. Смирение почему? Потому что когда у тебя вдруг все пошло, вдруг все стало развиваться, благословения, пределы, рука. Казалось бы, знаешь, человек может просто начать уповать на себя, уповать на то, что вот это он такой. Но мы видим, что во всех молитвах Явиса, мы видим эту зависимость и веру от Бога. От Бога. Он говорит, «Сохрани меня». Ведь когда мы молимся молитвой защиты, мы чаще всего думаем о чем? Мы думаем о том, чтобы нас там не украли, не убили, не сломали, и там еще что-то не случилось. Правильно? Мы чаще всего почему-то сочетаем защиту именно с этим. Но Писание говорит нам, «Храни, защищай свое сердце. Храни свои мысли. Храни призвание. Храни тот дар, что тебе Бог дал. Храни, то есть защищай, чтобы Бог защищал. Ты уповаешь на это и говоришь, «Господь, защити. Защити меня от всякой гордости. Защити меня от всякого обольщения. Защити меня от чего? От чего он тебя должен защищать? От страха, от неверия, от сомнения. Вот, вот что Бог хочет принести в твою жизнь». Он говорит, «Ты защити меня, Господь. Ты сохрани меня, чтобы я не упал, чтобы я не пропал, чтобы я не возгордился. Защити меня, защити мою семью, защити церковь, защити». Он уповает в этом на Боге, в этом его вера, правда? Потому что когда мы такие самонадеянные, «Да, что мне молиться? Что мне просить? Я и как бы и сам могу, и вот это, и то, и другое». Но здесь мы видим, что насколько Иавис он доверяет Богу, насколько он зависим от Бога, насколько он хочет быть с Богом, насколько он верен и смирен перед Богом. Поэтому Писание нам говорит, что «Да, раскаленные стрелы, раскаленные, раскаленные стрелы, они так и готовы лететь в тебя». Но Бог говорит о щите веры, которая защищает тебя. Он говорит о любви, которая все покрывает. Давид говорит, что «Если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Какие бы ни были трудности, проблемы, когда ты молишься о защите Божьей, ты идешь с Ним, Он идет с тобой. Дальше он говорит, что «Благость и милость, да, сопровождают меня во все дни жизни моей». Нам нужно всегда быть верой, друзья, всю нашу жизнь, всю нашу жизнь доверять Богу, всю нашу жизнь просить Его о этой защите, о Его благословении, о распространении. Потому что я верю, что это безгранично написано. Безмерно величие, могущество Его в нас. Насколько Бог хочет нас распространить, усилить, сделать другими. Аминь. Ну и последнее, последнее, о чем он говорит, «Чтобы я не горевал». Чтобы я не горевал. Действительно, кто же хочет жить такой жизнью, чтобы горевать? Я думаю, что он достаточно нагоревался в своей жизни, когда его звали боль или вызывающий боль. И он сам, наверное, многим причинял боль. Но он говорит, «Чтобы я не горевал». И Бог не хочет, чтобы ты горевал. Не для этого Он тебя спас, чтобы ты горевал. Правда? Бог хочет, чтобы ты был радостным. Он говорит, «Радуйся, друг мой, радуйся». И он просит Бога, «Я не хочу горевать, я хочу радоваться». Просишь ли ты у Бога, чтобы ты радовался? Аминь. Ведь интересно, так вот получается, насколько мы зависимы от Бога. Насколько мы от Него зависимы, насколько мы Ему верим. Насколько мы верим, кто Он есть, какой Он есть и что Он хочет сделать в твоей жизни. Поэтому лица наши, они другие должны быть, по идее. Правда? Не горемычные такие. Не горемычные. Чтобы я не горевал. Когда он был болью, он горевал много. И вид у него, наверное, был. Мне было просто страшно смотреть в зеркало. Когда он смотрел в зеркало, он думал, «Боже, на кого я похож? Что у меня за лицо? Что у меня за выражение глаз? Что это такое? Кто это такой?» И он так хотел быть другим человеком, потому что Бог сказал, «Ты создан для другой жизни. Ты создан быть благословением. Не пугалом. Не пугать людей, чтобы люди от тебя шарахались. Но наоборот, отображать Меня на этой земле, чтобы ты не горевал». Поэтому Иисус пошел на крест и забрал. Забрал. Забрал вот эти горести. Забрал эти проклятия, эти болезни, эти грехи. Все, что вызывает горе у человека. Все, что вызывает горе. Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты был счастлив. Как любой родитель желает, чтобы его ребенок был счастлив». Поэтому Бог услышал его молитву. И что? И не спасал ему, чего он просил. Он получил ответ на свои молитвы. Поэтому Бог хочет идти, и чтобы ты получил ответы на свои молитвы. Потому что, как мы говорили, там на небесах много-много для тебя, для меня, для всех нас приготовлено. И, конечно, будет так жалко, когда ты придешь на небо и скажешь, «А где там? А где там Господь? Там то, что ты приготовил». Ты как увидишь, думаешь, «Вот это да! Вот это я промахнулся мимо, да? Вот это я пролетел мимо цели». Сколько Бог своей любви приготовил для нас, для своих детей, для своей церкви. Поэтому давай, давай станем друг мой и готовься к лучшему. Понимаешь? К худшему готовиться особо не надо. Хотя, знаешь, и некоторые люди тоже готовятся к худшему. Я слышал, как многие люди, они очень серьезно готовятся к смерти. Они ищут там, какой гроб, какой участок, какой памятник. Как бы все, так серьезно к этому подходят, ожидают этого прямо. Даже какое-то кино, по-моему, было, что, говорит, «Я уже несколько гробов сделал». Говорит, «Все это самое делаю». Думаю, какая-то будет лучшая модель. Но, друг мой, не готовься к смерти, готовься к жизни. Аминь. Пусть наоборот умрет все греховное, все плохое, все это страшное, что дьявол пытается, в чем он пытается держать людей, в какой жизни. но готовься к лучшему. К лучшему. Потому что, жизнь с Богом это лучшая жизнь. Аллилуйя. И когда Иовис это понял, он изменился. Его молитва изменилась, его жизнь изменилась, он стал другим человеком. Поэтому Бог желает, чтобы его церковь, она была другой. Ведь она названа его именем. Подумай об этом. Как Бог назвал свою церковь? Да? Это его церковь. Это его церковь. Поэтому мы, как никто, должны быть похожими на него. Подражайте Богу. Подражайте его детям. Подражайте ему. Аллилуйя. Вы знаете, если посмотреть на Бога, казалось бы, у него тоже было много неудач, много поражений. Создал человека, да, Адама с Евой, что они натворили, да? Потом нашел, опять же, человека, Авраама, да. Ну вот нация появилась, да. Что они там начали творить? Вывел с Моисеем людей, и они, но знаете, Бог, Он не разочаровался, да? Потому что Он знает, что во Христе Иисусе, Он говорил, что придет Мессия, придет Освободитель, придет Спаситель, и старое все закончится, и начнется новая жизнь. Поэтому Бог, Он верит в это новое, в это лучшее. И Он говорит, верьте вместе с Ним, имейте веру Божью, или имейте веру как у Бога. Во что верит Бог? Во что Он верит? Аминь. И во что верим мы? Мы должны согласиться с Ним в этой вере и вместе двигаться. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. И мы молимся, чтобы Ты благословил нас Своим благословением, Господь. Мы молимся, чтобы Ты распространил, Господь, наши пределы, нашего разума, нашего мышления, нашей веры, нашего служения. Церкви, Господь, распространяй, расширяй нас. Аллилуйя. Потому что жатвы так много, жатвы так много, нам нужно так много делателей, Господь. Распространяй этих делателей, Господь. И мы молимся, чтобы Твоя рука была с нами, чтобы Твоя сила, Твое помазание, Твое присутствие, Господь. Без Тебя мы ничего не хотим, ничего не хотим. И мы молимся о Твоей защите, Господь. Как говорил Иисус, да, но избавь нас от лукавого. Избавь нас от лукавства, от лукавого. Избавь нас от всякого неверия, Господи, всяких сомнений, чтобы мы были людьми веры, чтобы мы были людьми, которые прославляют Тебя, Господь. Прославляют Тебя. И мы молимся, чтобы мы не горевали. Но, как написано в Писании, радуйтесь. Радуйтесь. Потому что Писание и Слово Божие говорит, радуйтесь. Радуйтесь о Боге. Радуйтесь о спасении, о благословении. Радуйтесь о том лучшем, что Бог приготовил для вас Возьми это в свое сердце, возьми это в свою жизнь Возьми это слово и не сдавайся Ведь Бог не создал тебя для поражения Бог создал тебя для победы Аллилуйя Давай воздадим Ему огромную славу Любви, благодарности, восхищения Богом Мы славим Тебя и мы превозносим Тебя, Господь Мы поклоняемся Тебе Мы преклоняемся пред Тобою Мы благодарим Тебя, Дух Святой Аллилуйя, аллилуйя Слава Тебе, Господь Слава Тебе, слава Тебе Магазин Рема теперь в интернете На сайте remastore.ru Теперь вы можете заказать христианские книги известных писателей и проповедников Сувениры, календари, DVD, CD-диски, а также многое другое Заказ вы оформляете здесь же, его доставят для вас удобным способом Спешите, магазин Рема ждет вас Если у вас есть большое желание познавать Бога, изучать библейские доктрины, но вы не имеете возможности То дистанционное обучение то, что вам нужно Здесь вы получите твердое основание христианской веры Лидерские курсы «Свет для народов» всегда открыты для новых учеников Заполнить анкету для поступления и более подробную информацию вы можете узнать на сайте churchgc.com в разделе ученичества Следить за новостями церкви стало проще Сайт Церкви Иисуса Христа и страница в фейсбуке в вашем распоряжении Здесь можно узнать о всех прошедших и грядущих событиях Кроме того, здесь хранятся проповеди, интервью, новости, фотографии и статьи В общем, все, что касается Церкви Иисуса Христа Программы передач помогут вам узнать, в какое время на телеканалах ТБН, Бог ТВ и Инвиктори Будут транслироваться проповеди пастора Юрия Ильченко Быть в курсе событий вы также можете благодаря нашему каналу на ютюбе Проповеди новости и различные свидетельства людей точно не оставят вас прежними Редактор субтитров А.Семкин